Можем продолжить с первой нашей тематикой, с оптической микроскопией. И прежде чем говорить о устройстве микроскопа, нам нужно немножечко поговорить, во-первых, о детекторе, который мы используем, то есть наш глаз, какие у него есть особенности, какое у него разрешение и так далее. И нам нужно также, опять же, договориться о определенных понятиях. Конечно, у вас был курс физики, и наиболее вероятно, вы все это знаете, но все равно для некоторого, скажем, упрощения нашего дальнейшего разговора мы должны будем эти темы также пройти. Ну и прежде всего, давайте вспомним, что видимый свет – это небольшая часть электромагнитного спектра. И если мы будем говорить о более коротковолновом излучении, это будет уже излучение, энергии которого будет достаточно для разрушения эквивалентных связей. То есть это так называемое ионизирующее излучение. Уже ультрафиолет способен на это. На самом деле, видимый свет для некоторых соединений тоже может изменять их как минимум конформацию, но, скажем так, энергии его для разрыва эквивалентных связей еще недостаточно, если это никакое специальное соединение. То, что касается более коротковолнового излучения, здесь это излучение можно назвать ионизирующим. В другую сторону от этого диапазона это, соответственно, инфракрасное излучение и основное взаимодействие, которое здесь может быть, это нагрев. Ну и наша область оптического видимого света, о которой мы будем говорить, это примерно от 400 до 760 нанометров. В разных источниках немножечко эти границы будут по-разному даны, где-то до 800 нанометров. Но, в общем и целом, как видите, частоты различаются здесь в два раза от фиолетового цвета до, соответственно, красного. Понятно, что если мы возьмем с вами какую-то минимальную часть нашего света, скажем, один фотон, то, в принципе, мы его можем описать и как частицу, и как волну. И, чтобы его характеризовать целиком, мы с вами должны сразу же описать несколько показателей. Предположим, что у нас фотон движется по оси Х в этом направлении. Как вы помните, это частица, которая не имеет массы покоя, но ее мы можем описать так же, как и электромагнитную волну. Поэтому магнитная составляющая, здесь она синего обозначена, B, и, соответственно, электрическая составляющая, E, они будут друг относительно друга перпендикулярно, то есть по нормали друг к другу находиться. Для простоты в дальнейшем мы будем рисовать только одну составляющую, электрическую напряженность. Но нужно понимать, что, конечно же, здесь есть две ортогональные составляющие. Чтобы нам описать какую-то волну, нам потребуется несколько отдельных... Мы с вами уже говорили, что свет – это электромагнитная волна. Соответственно, мы сказали, что у нее две составляющие – ортогональная, магнитная и электрическая. И чтобы нам описать каким-то образом вот такую волну, нам понадобится несколько параметров. Ну, прежде всего, длина волны, понятно. И, кстати, здесь уже можно сопоставить волновое описание света с корпускулярным, потому что мы можем связать с вами энергию одного фотона, определенной длины волны, между собой, между длиной волны и, соответственно, энергией. Значит, первая длина волны у нас есть. Второе – направление. Куда у нас этот фотон летит? XYZ тут никуда не денешься. И третье – посмотрите, у нас есть определенное направление. Ну, давайте, пускай у нас будет электрическая составляющая. В данном случае она в этой плоскости у нас движется. То, если у нас все волны будут ориентированы именно так, то это у нас будет поляризованный свет, то есть еще поляризация этой волны. И вот, имея эти показатели, мы можем ее однозначно описать, что нам потребуется в дальнейшем. Отсюда, сразу же для микроскопии, у нас есть несколько выводов. Первое. Мы с вами знаем, что если мы будем использовать более коротколоновый свет, он будет нести большую энергию. Если мы будем сравнивать, например, свет красный, который мы еще видим, и ближний инфракрасный, ближний ультрафиолетовый, соответственно, 380 на метр. Посмотрите, разница в два раза. То есть в два раза больше энергии синий свет будет нести, чем красный. Поэтому, конечно, если вы будете работать перед живыми клетками, в идеале использовать, если у вас есть такая возможность, более длинноволновое излучение. Второе. Мы пока говорили только об одном фотоне. Понятно, что один фотон нам слишком малый для работы. И обычно мы говорим о целом потоке таких фотонов, о луче света. И здесь мы можем использовать с вами еще одно понятие, как амплитуда. Сколько у нас этих частиц за единицу времени здесь пролетает. К сожалению, здесь есть некая интересная особенность, заключающаяся в том, что у нас есть закон Пебера-Фахнера, который говорит о том, что для как минимум слуха и зрения, а на самом деле других чувств, также наше восприятие, оно имеет степенной характер. Или логарифмический, если хотите, можно сказать. То есть, если у нас, например, переращение идет в два раза стимула, то мы с вами его увидим не как в два раза больше. Предположим, у нас есть какой-то луч света, пускай он будет, например, 2 ватта по своей интенсивности. У нас есть луч света 4 ватта и луч света 8 ватт. Нам будет казаться, что они у нас различаются не как 2, 4, 8, а второй луч по отношению к первому будет только в два раза ярче, третий в два раза ко второму и в четыре к первому. То есть, видите, зависимость степенная. Что это означает для нас для микроскопии? Если мы работаем с живыми клетками, в два раза увеличили яркость света, в четыре раза увеличили воздействие на эти клетки. То есть, им будет хуже под этим светом. Еще одно понятие, которое имеет отношение больше к нашему зрению, это контрастность. И чтобы ее можно было лучше объяснить, давайте посмотрим на вот этот слайд. Конечно, есть несколько способов, как можно контрастность описать. Но в микроскопии мы с вами в основном, в случае на перфлюэцентной микроскопии, видим темный фон и на его темном фоне видим какие-то интересующие нас участки препарата. Или наоборот, у нас микроскопия проходящего света, и мы на белом фоне видим какие-то более темные или окрашенные участки. В таком случае контрастность можно описать следующим образом. Это яркость фона, вот она здесь в двух местах у нас встречается, и яркость объекта. Обратите внимание, из вот этих вот трех картин, которые здесь нарисованы, какая вам кажется наиболее контрастной? На самом деле, везде между центром и краем картинки один и тот же перепад яркости, ровно 15%. Какая картинка, на ваш взгляд, является наиболее контрастной? Первая, вторая или третья? Абсолютно верно. Посмотрите, в случае третьей картинки у нас интенсивность фона минимальная. Она, конечно, не ноль, но очень низкая. Смотрим в эту формулу. Мы делим на интенсивность фона. Если она очень маленькая, то контрастность, даже при маленьком различии между объектом и фоном, будет очень большой. Становится понятно, почему нам так интересно на самом деле флуоресцентная микроскопия. В идеале, когда у нас нет автофлуоресценции, у нас прекрасно настроен микроскоп, мы на черном фоне будем видеть даже очень-очень слабо светящиеся объекты, контрастные и хорошо. Для того, чтобы мы могли воспринять два объекта как раздельных, разница контрастности должна быть около 2-3% при хорошем освещении. Если освещение плохое, например, сумерки, тогда контрастность может потребоваться уже до 300%, чтобы мы могли два объекта различить. Здесь также становится понятно, что если мы теперь хотим с вами, в случае, например, проходящего света, хорошо различать объекты, то нам нужно будет яркость до какого-то определенного момента увеличивать, чтобы не 300% у нас контрастность потребовалась, чтобы объекты увидеть, а вот эти наши 2-3%. Далее. Мы поговорили про свойства света для одного фотона, теперь, опять же, для набора из многих волн. У нас есть несколько понятий, которые нам понадобятся в дальнейшем в курсе. Первое понятие – это монохроматичность света. Понятно, что если у нас все волны, входящие в состав нашего пучка света, будут иметь примерно одну и ту же самую длину волны, можно условно назвать этот свет монохроматичным. Опять же, если кто-то физику проходил, сможет объяснить, почему мы не можем говорить монохроматичный свет без кавычек. Если у нас же в пучке присутствует несколько разных длин волн, то это, конечно, будет полихроматичный свет, и, соответственно, его надо будет рассматривать как таковое. Второе понятие – когерентность. У нас свет может быть монохроматичным, но каждая волна может иметь свою фазу. Видите, здесь фазы сдвинуты. И тогда вот этот вариант будет являться не когерентным. Они все в разной фазе. Вот этот вариант будет являться когерентным, как, например, от лазерного источника. Следующее понятие – поляризация. Предположим, что все волны из пучка идут строго на нас. И мы видим здесь в виде синего, например, магнитную составляющую, и в виде красного – электрическую составляющую, изменяющуюся электромагнитного поля. Если у нас все волны ориентированы вот так вот одинаково, мы можем сказать, что у нас свет линейно поляризован, и плоскость его поляризации будет вот такой вот. Правильно? Электрическая составляющая всех волн ровно так же расположена. В случае, если же у нас каждая волна имеет свою собственную плоскость поляризации, такой свет будет являться неполяризованным. Ну и последнее. У нас может свет, например, отражаться от шершавой поверхности в разных направлениях. И тогда такой свет будет не каллимированным. Он будет во все стороны двигаться. Если же мы, например, возьмем какую-то гребенку, или при помощи оптики можем сделать такой же подход, и оставим только лучи, идущие в одном направлении, то такой свет будет называться каллимированным. Это основные понятия, которые нам в дальнейшем понадобятся. Ну и теперь мы должны обсудить с вами наше зрение. Дело в том, что понятно, что дополнительные различные устройства, камера всякие и так далее, конечно, будут улучшать возможность нашего восприятия. Но в любом случае оценивать, к сожалению, картинку мы привыкли к глазам. Да, конечно, сейчас мы переходим к тому, что мы пытаемся давать уже оценку несубъективную, объективную, количественную и так далее, но глаз остается самым важным рабочим инструментом. Поэтому нам нужно обсудить его, скажем так, недостатки. Пространственное разрешение, какие минимальные объекты можем увидеть, что для этого нужно. Поле зрения, какой размер мы можем, опять же, поле зрения увидеть одновременно. Чувствительность, динамический диапазон. Разницу между чувствительностью и динамическим диапазоном я расскажу чуть позже, но это все относится к тому, какие яркости мы можем с вами увидеть. Спектральная характеристика, наше восприятие цветов, это скорее психофизический феномен на самом деле, а не физический, поэтому нужно будет остановиться на этом подробнее. Временное разрешение, насколько быстро изменяющийся процесс или двигающийся объекты можем увидеть. Ну и во второй части курса, когда мы будем говорить об обработке изображений, слегка мы поговорим еще об артефактах восприятия. Наверняка все знакомы с картинками, которые дают различные феномены, восприятия зрительные, например, линии, которые параллельны, но кажутся наклонными и так далее. Конечно же, это будет немножко мешать нам использовать наш глаз в качестве детектора. И если мы будем характеризовать самую первую и важную для нас часть, разрешающую способность глаза, я не буду подробно здесь останавливаться, я лишь скажу, что разрешающая способность глаза в зависимости от расстояния у нас будет меняться. И разрешение нам нужно было бы указывать в угловых величинах. Потому что у нас один и тот же объект, находящийся на разном расстоянии, будет в принципе нами развлечен, если угол, который будет доходить до нашего глаза, будет одинаковый. Предположим, это у нас на одном метре, это у нас, скажем, на 10 метрах, это у нас, скажем, на 100 метрах. И тогда у нас здесь может быть размер, например, 3 миллиметра, здесь 30, здесь 300. И мы с вами сможем тогда эти объекты увидеть как отдельные. Предел нашего зрения. Ну, для, скажем так, распределения популяции в среднем, где-то 100 микрон на 40 сантиметрах мы можем увидеть как два отдельных объекта. То есть у нас будет один объект 100 микрон, между него будет расстояние без объекта 100 микрон и следующий объект 100 микрон. Если мы будем присматриваться, если у нас зрение скорректировано, то на 40 сантиметрах мы должны будем увидеть это как два отдельных объекта. Но, опять же, ни формы этих объектов, ни какие-то на них отдельные особенности мы сказать не сможем. Для молодых людей с идеальным зрением есть возможность увидеть до 70 микрометров на 22 сантиметрах. Но с временем, естественно, зрение будет немножко ухудшаться. Таким образом, без какого-либо оптического оборудования мы с вами можем различать объект порядка. Давайте договоримся, 100 микрон. И для того, чтобы увидеть объекты меньше, нам необходимо дополнительное оборудование, как то, как раз, например, микроскопии. Чувствительность. Конечно, идеально было бы, если бы наш глаз был бы способен увидеть отдельный фотон, зарегистрировать его точно. Но здесь есть некоторые сложности, которые, в общем-то, мешают этому. С другой стороны, для адаптированного к темноте глаза мы можем увидеть 10 фотонов, которые попадут на буквально несколько отдельных фоторецепторов в течение 100 миллисекунд. Согласитесь, 10 фотонов увидеть, это, в общем-то, уже неплохо. Чувствительность такая достаточно хорошая. Но это для адаптированного глаза. С другой стороны, наш глаз может в очень яркий солнечный день, когда плотность энергии световой у нас достигает почти киловатта на метр, также совершенно хорошо работать, позволять нам видеть все. То есть, если бы у нас были бы весы с таким же диапазоном измерений, как наш глаз, то мы могли бы на этих весах после небольшой перенастройки, естественно, нам для глаза нужна адаптация, взвешивать как отдельных бактерий, говорить, какая из них тяжелее, какая из них легче, так и груженые железнодорожные составы. Вот разница, во сколько порядков мы можем различать яркость света. Но одновременно мы можем видеть только небольшой участок яркости. Давайте мы перепрыгнем на слайд дальше, потом вернемся, чтобы объяснить разницу между динамическим диапазоном и диапазоном чувствительности. Наш глаз способен увидеть, как мы уже говорили, от 10 фотонов, которые на небольшой участок сетчатки попадают, до 10 на 10 в 11 степени, соответственно, фотонов. Но одновременно весь этот диапазон мы увидеть не можем. Можем увидеть из него какой-то кусочек. Например, вот этот. И таким образом получается, что глаз у нас за счет аккомодации, за счет ретиномоторной реакции, за счет разных других приспособлений может перенастраиваться для того, чтобы можно было видеть хорошо, различать яркости, только на определенном небольшом участке из этого большого набора возможных яркостей. Давайте попробуем посмотреть это на примере каких-то картинок. Вот статья, до я к ней даю, если хотите, к ней можно обратиться. И наверняка, когда вы фотографировали на сотовый телефон или фотоаппарат сцену, в которой много ярких, много темных тонов, вы получали либо картинку номер один, когда вы очень хорошо видели светлые участки вашей картинки, но теряли практически все детали в темных участках. Либо вы видели на картинке номер два полную потерю каких-либо деталей в ярких участках, но зато хорошо в темных участках все можно было бы видеть. В идеале, конечно, фотография должна была быть вот такой. Есть специальные способы получения так называемых HDR фотографий, но тем не менее, даже фотоаппарат не способен захватить такой большой динамический диапазон, что говорит о нашем глазе. Примерно то же самое. Таким образом, эта картинка, это все возможные яркости. Это картинка первая. Мы только вот эти яркости видим. Все, что ярче, чем граничное значение, оно, видите, у нас белое. В этом случае мы видим вот этот диапазон яркости. Все, что темнее, чем граничное значение, мы видим как черное. И так далее. То есть, как видите, у нас есть разница между воспринимаемым диапазоном, который в принципе можно использовать, и динамическим диапазоном, который позволяет нам одновременно видеть какую-то небольшую часть их. Ну и, соответственно, про адаптацию глаза наверняка на физиологии вам рассказывали. Но здесь нужно сделать одно важное замечание. Адаптация к яркому свету у нас достаточно быстрая. Вспомните, когда вы выходите из темного помещения, летом на улицу, достаточно несколько раз проморгаться, и в принципе все. Глаз адаптирован. В случае же, если вы хотите адаптировать ваш глаз к темноте, к работе с флюоресцентным изображением, с флюоресцентным микроскопом, то это может достигать одного часа. Если вы спросите кого-то, кто занимается, скажем, астрономией или астрофизикой, как я не знаю, сейчас правильно назвать, то, скорее всего, они вам скажут, что глаз адаптировать нужно в течение 6-8 часов. И, в общем-то, тоже будут со своей точки зрения правы. То, что касается нашей микроскопии. Если вы работаете в условиях малой освещенности, то глаз нужно предадаптировать. И после этого желательно, чтобы адаптацию не терять, на время работы вашего сеанса не выходить на ярко освещенную область. Либо можно использовать небольшой такой лайфхак. Использовать красные очки, которые как раз не позволят выгорать одному из пигментов, который позволит нам хорошо видеть в условиях низкой освещенности. Итак, то, что касается яркости, и мы, собственно говоря, смогли поговорить. Но еще один важный момент – это временное разрешение глаз. Ни для кого не секрет, что картинки, меняющиеся с большой скоростью, начиная от 25 кадров, но тогда видно все-таки небольшое мерцание, до 50 кадров, у нас сливаются в неподвижную картину, или, наоборот, движущуюся картину, кино и все, что мы видим, в общем-то на этом же эффекте и основаны. Это отдельные кадры, которые не двигаются, которые быстро сменяются, воспринимаются нами как движение. Если мы работаем в микроскопии с объектами, которые быстро меняют свои параметры, либо какой-то процесс проходит, либо объект сам по себе движется, то нам нужно принимать в расчет и разрешение уже по времени нашего глаза. Оно очень сильно зависит от освещенности. Посмотрите. Точно так же, если мы картинку будем менять, сколько кадров в секунду мы с вами будем делать? Тоже герц. Один кадр в секунду, 10-20. Как этот эксперимент был поставлен? Испытуемым предлагалось посмотреть на экран, где либо была фигура, которая не мерцала, не менялась, либо была фигура, которая вот с этой частотой, герцы здесь как раз указаны, то появлялась на экране, то исчезала. И для испытуемых было необходимо сказать, является ли эта фигура неподвижной, то есть не мерцающей, или она мерцает. И менялась яркость освещения. Обратите внимание, яркость освещения у нас дана в степенных единицах, и здесь приведен логарифм. Я думаю, уже догадались, почему. Да, у нас восприятие с вами яркости для глаза тоже будет логарифмическое. Обратите внимание, до определенной яркости у нас разрешение временное растет, и даже до 40 герц, или чуть выше, может доходить в идеальном освещении. Как только освещение станет слишком ярким, это начинает дальше падать, здесь не показано. К сожалению, вся эта картинка целиком. Ну и когда освещение маленькое, тоже, как видите, разрешение временное, тоже небольшое. О чем это говорит с точки зрения микроскопии? Хотим работать с быстро двигающимся объектом, хорошо его видеть, выбираем яркость света, чтобы оказываться вот в этом оптимальном участке. Слишком темно мы объект будем видеть смазанно, слишком ярко тоже. У вас уже наверняка была и физиология, и гистология, поэтому как минимум вы себе представляете строение сетчатки. Помните, что она у нас инвертированная. Не спрашивайте, почему так получилось. Эволюция таких вопросов, к сожалению, не задает. Но есть несколько важных для нас вещей. Во-первых, кто у меня был на анатомии? Вспомните, пожалуйста, зрительный нерв. Это вообще нерв или нет? Абсолютно верно. Это вырост диэнцефал на втором мозгового пузыря. И поэтому сетчатка – это не просто набор рецепторов, а это целая сеть обработки уже этой информации. Ну и, во-первых, у нас есть здесь целых четыре типа фоторецепторов. Да, у нас есть с вами палочки, и у нас есть три типа колбочек. Кроме того, у нас есть горизонтальные, макриновые клетки, виполярные клетки. И много всего, что образует комплекс обработки информации. На самом деле сетчатке у нас не как у камеры передается картинка, что можно было бы себе представить, а передается набор информации о границах объектов, о переходе к контрастности. Почему для нас контрастность так как раз и важна? Потому что мы видим только переход. Если у нас будет какой-то очень плавный переход к контрастности, можем объекта вообще не увидеть, просто потому что у нас вот эта система будет вычитать вот такие плавные переходы. Таким образом, у нас есть несколько вещей, которые нужно обсудить. Первое. Раз у нас есть целых четыре разных типа фоторецепторов, то каким образом мы оцениваем цвета? Можем ли мы сказать, что, скажем, свет красного цвета – это столько тоннометров или не можем? И второе, если мы будем говорить о контрастности, что мы лучше воспринимаем – цвета или яркость? Потому что на самом деле, что делает сетчатка в очень упрощенном варианте? Она оценивает три разницы по контрастности. Первая – контрастность по яркости. Вот она. То, что мы видим и в случае цветового зрения, и в случае сумеречного зрения, когда у нас, в принципе, информация о цветах пропадает. В случае дневного зрения у нас также есть еще информация о том, данный набор длин волн больше похож на зеленый цвет или на розовый, и последнее – на синий или желтый. То есть, как видите, то, что передается по «оптическому нерву», это никоим образом не информация по точечной сетчатке. Это достаточно сложное преобразование. А более того, если вспомнить еще физиологию, так называемые «он» и «офф» центры, на которых как раз проверяется наличие перепада яркости, наличие перепада цветов такое или такое, ну, ситуация станет еще сложнее. Обратите внимание вот на эту картинку. Здесь приведено изменение яркостей. Синусоидальная. Каждый раз увеличивается частота. И уменьшается контрастность. Здесь контрастность 100% максимальная, здесь минимальная. Контрастности сохранены. Но согласитесь, что вот здесь, в этом участке, вы не можете увидеть вот этих мелких объектов. Во-первых, они очень мелкие, во-вторых, контрастность маленькая. Здесь тоже. Но и здесь вы не можете увидеть объектов, которые, казалось бы, большие. Зато внутри вот этих вот кривых для сумеречного зрения, для плохого освещения, для хорошего освещения вы можете достаточно хорошо увидеть, например, что вот здесь есть такая вот ребристость некоторая. Что это для нас значит? Если у нас объект не меняется по своей яркости, но меняется только по цветам, то у нас разрешение будет для глаза сильно падать. Вот разрешение для глаза, то, что касается яркостной составляющей. А вот цветовые две составляющие. То есть, если вдруг окажется такая ситуация, будет несколько сложно с контрастностью. Очень любят художники использовать этот прием. Вот Клод Мане можно посмотреть и так далее, картины. Когда они подбирают краски, которые имеют одинаковую яркость, люминус вот этот, но разные цвета. И возникают очень интересные, непонятные совершенно ощущения от просмотра таких картин. Для микроскопии в идеале, если у нас есть возможность, нам нужно сделать так, чтобы контрастность максимально приходилась именно на яркость изображения, а не на разницу цветов, чтобы мы могли распринять мелкие объекты. Спектральная характеристика. Понятно, что у нашего глаза есть некий оптимум восприятия тех же самых яркостей. И в зависимости от того, говорим мы о сумеречном зрении или дневном, это будут либо палочки, либо колбочки. И в случае дневного зрения это 555 нанометров. Очень легко запоминается. Желто-зеленый цвет. В этой части спектра мы будем видеть наиболее хорошо. Отсюда вывод. Предположим, что у вас есть объект, который вы смотрите во флюцентной микроскопии. Смотрите, вы собираетесь глазом, а не камеры. И у вас есть две метки. Одна метка, которая вас крайне интересует, вы ее хотите увидеть любыми способами, ее мало. А вторая просто для ориентации. У вас есть всего два флуорохромных красителя. Один будет светиться, например, пускай будет зеленым, а другой темно-темно, скажем так, сильно красным. Какую из меток вы возьмете для важного и слабого сигнала, а какую для сигнала, который вам нужен только для ориентации. Для важного зеленого, абсолютно верно, глаз нас лучше всего воспринимает в этой части спектра. То есть, как видите, то, что мы сейчас будем обсуждать по поводу глаз и все, будет иметь далеко идущие последствия в дальнейшем. На самом деле, есть еще несколько интересных моментов. Дело в том, что соотношение количественное различных типов колбочек, оно не одинаковое. И в зависимости от того, будете брать европейских или японских авторов статью, вы увидите, что соотношение различается. Но тем не менее, для колбочек больших, скажем, длиноволновых, средневолновых и коротковолновых, соотношение будет примерно сохраняться. Меньше всего будет коротковолновых S. Вот они, видите, здесь имеют чувствительность большую в синей части. Чуть больше будет для средневолновых зеленых. Ну и большее количество у нас будет красных. Обратите внимание, есть ли у нас хоть один рецептор, который позволяет нам увидеть красный цвет, у которого максимум возбуждения в красном цвете нет. Правда? Но красный цвет мы хорошо воспринимаем. Получается, что для того, чтобы мы могли цвета с вами каким-то образом оценивать, у нас просто должно быть определенное соотношение возбуждения каждого из этих рецепторов. Если у нас будет соотношение возбуждения, например, у нас будет на 50% возбужден синий, на, скажем, 30% будет возбужден зеленый и, скажем, на 60% красный, то каким бы набором длин волн это возбуждено не было, во-первых, в максимуме возбуждения бы попали и такое соотношение сделали, или попали бы где-то вот здесь в часть вот эту. Но соотношение между возбуждением каждого из типов было бы одинаковое, цвет мы восприняли бы совершенно одинаковый. То же самое для красного цвета. Посмотрите, как интересно. Видите? У нас и зеленые, и красные, условно говоря, в кавычках колбочки при этом возбуждаются, но красные чуть больше, поэтому мы видим этот цвет как красный. Что здесь важно для нас? Предположим, что у нас, опять же, есть несколько разных источников света, энергию которых мы можем контролировать. И чтобы нам показалось, что яркость двух пятен разного цвета одинаковая, то давайте сравним вот такой вариант. У нас один источник света 555 нанометров. Лучшее совершенно для нас восприятие. Идеально. Прямо вот сюда мы попали. Все хорошо. А второй источник света мы возьмем на границе видимого света 760 нанометров. Здесь, как видите, она даже не отмечена. То, чтобы эти два пятна нам показались одинаковой яркости, предположим, первое пятно у нас какой-то мощности 1 ватт, например, то второе пятно нам пришло бы взять мощностью 20 кВт, чтобы примерно такая же была яркость этого света, видимая для нас. Но на самом деле и для более близких значений это тоже имеет отношение. Предположим, что у нас есть оранжевый свет 610 и 550 нанометров. Как видите, разница по энергиям здесь будет в два раза. Отсюда вывод. Если вы смотрите глазом, то самую важную метку, если у вас нет дополнительного флуоресенции или каких-то сложностей, желательно брать где-то вот в этом диапазоне, чтобы глазом было хорошо видно. То, что вам понадобится дальше для какой-то такой оценки, уже не очень важно, и можно брать вот по краям. Но опять же, есть исключения. Отсюда понятно. Первый вывод. Глаз не спектрофотометр. Мы не можем сказать, какие длинные волн были использованы, чтобы создать наше восприятие, скажем, зеленого цвета. Вы все смотрите на экран компьютера. Скорее всего, это же кристаллический экран. И там стоит источник света сзади и светофильтр красный, зеленый и синий. Тем не менее, при помощи всего трех длин волн видите, какой набор цветов вы можете увидеть. Я думаю, что это вас полностью убедило в том, что на самом деле цвет это феномен такой психологический восприятие. И поэтому, если мы видим зеленый цвет, мы не можем говорить, что это, скажем, 520 нанометров. Мы не знаем. Это может быть действительно 520 нанометров. Свет это может быть два разных источника. Вот так расположено, так расположено. Но в итоге оно дадут нам примерно такое же восприятие цвета. Это может быть какой-то полихроматический источник света. Очень сложно быть. Который, в принципе, может давать для нас, опять же, восприятие, скажем, вот такого красного цвета, что здесь, что здесь. Выводы. Глаз не спектрофотометр. Мы не знаем, сколько разных длин волн у нас использовалось, что мы получили такой цвет. И цвет это психофизический или физиологический, если хотите, феномен, а не чисто физический феномен. Теперь, когда мы поговорили о цветах, нам придется немножко поговорить о моделях цветов. Каким образом мы эти цвета ощущаем, как мы их видим. И первая модель – это так называемая субстрактивная или вычитающая. Мы с этой моделью встречаемся всегда в окружающем пространстве, потому что свет, который у нас, в принципе, используется для освещения, условно говоря, белый. И из этого света различные объекты, например, бумага, желтый лист бумаги, к примеру, вот как здесь лежащий, будет вычитать какие-то длинные волн. Предположим, у нас белый свет освещает лист бумаги. Лист бумаги нам кажется желтым, а это означает, что он вычел из нашего спектра, как видите, синий свет. То есть желтый свет – это белый свет минус синий. Очень условно. Предположим, что у нас зеленый лист бумаги. Это означает, что из белого света, в котором есть красный, зеленый и синий, у нас был вычтен с вами красный и синий свет. Мы увидели зеленый. Ну, черный, понятно, поглощается просто полностью, поглощается весь видимый свет, поэтому мы видим здесь, как черный. На самом деле, эта цветовая модель работает как на отражение, так и на проходящий свет. И, естественно, самым типичным представителем для микроскопии – это препарат для проходящего света. Вы его освещаете белым светом, он вычитает какие-то длинные волн из белого света, за счет чего вы видите определенную окраску. И модель, о которой мы говорили, субстрактивная, которая вычитает цвета, может быть представлена следующим образом. У нас есть три основных цвета – маджента, желтый и циан. И если мы будем накладывать друг на друга, то желтый и циан, соответственно, желтый у нас вычитает с вами синий цвет, помните? Циан у нас вычитает с вами красный цвет, и на их пересечении тогда окажется зеленый. Точно так же между маджентой и цианом мы получим с вами синий цвет, ну и между маджентой и желтым мы с вами получим красный цвет. Понятно, на пересечении всех цветов у нас будет черный. Ну, эту палитру, те, кто занимался компьютерными редакторами, например, какими-то или фотографии редактировал, также может быть известно вам как цмиг-палитра. Циан, маджента, еллу, и ка – это кей. Не черный, а, соответственно, просто в издательстве другая краска использовалась, поэтому кей. Почему нам это может быть важно? Давайте, прежде чем разбираться с аддитивной палитрой, посмотрим вот на такой прекрасный препарат. Гемотоксилин и озин. Ткань даже, наверное, можете назвать совершенно спокойно. К сожалению, я не смог очень точно померить спектр на этой картинке. Но примерный спектр, который удалось померить с большим шагом для эозина, красным отмечен, и для метоксилина – синим. Посмотрите, вот этот вот цвет, назовем его, условно говоря, розовым, получается потому, что эта краска, и озин поглощает вот в этой части спектра. У нас вот эти цвета вычитаются. У нас получается, что мы видим чуть-чуть синего, чуть-чуть красного, и в итоге вот такой вот цвет получаем. Гемотоксилин же у нас поглощает очень сильно в синем цвете, и вот мы видим его, соответственно, извините, в синем, в зеленом и желтом цвете, поэтому мы видим, что здесь только синий цвет хорошо от него. Тем не менее, зная о том, что у нас есть такая субстрактивная палитра, мы можем себе улучшить контрастность этого препарата следующим способом. Во-первых, можем разбить его на отдельные три цвета – красный, зеленый, синий, и увидеть, что в синем канале действительно очень хорошо виден гемотоксилин, в красном, ну, скажем так, и озин виден, но не очень хорошо, в канале зеленом, ну, не совсем понятно, что видно. Но давайте попробуем посмотреть на этот же препарат через два светофильтра. Через красный светофильтр и через светофильтр цианового цвета. Посмотрите, что получилось. На красном светофильтре мы вообще с вами не видим иозина. Почему? Он красный, значит, он для красного света прозрачный. Правда? В случае использования светофильтра цианового цвета мы очень хорошо теперь видим с вами вот этот наш замечательный иозин, но, к сожалению, все-таки немножечко просвечивает еще и гемотоксилин, хотя не так ярко, как в первом случае. Давайте посмотрим, почему такое возможно, почему мы можем применять цветные светофильтры для контрастирования. Те же самые спектры. Спектр иозина гемотоксилина здесь приведен, поглощение. И спектр я снял для красного светофильтра. Точки, к сожалению, пришлось в Excel соединить, поэтому не обращайте внимания, что здесь такие странные провалы есть. И для цианового светофильтра. Как видите, они достаточно широкие, пропускают большой достаточно набор длин волн, но обратите внимание, в этом случае у нас с вами что светофильтр пропускает полностью эти длинные волн, что наш иозин пропускает все эти длинные волн. В то время как гемотоксилин здесь как раз очень хорошо эти длинные волн поглощает. Отсюда становится понятно, почему у нас такая хорошая контрастность. гемотоксилина и красного фильтра получается. То же самое в случае циановой окраски фильтра. Мы с вами видим, что для этого фильтра у нас пропускаются только вот эти длинные волн. Здесь у нас гемотоксилин, нельзя сказать, что, к сожалению, прозрачный, но, скажем так, пропускает какую-то часть света значительную. А вот иозин, посмотрите, почти полностью блокирует эти длинные волн. И становится понятно, почему у нас так хорошо теперь виден иозин на этой ткани, но, к сожалению, мы немножечко гемотоксилина здесь тоже видим. Я думаю, стало понятно, что теперь при помощи цветных фильтров мы можем переводить контрастность из разряда цветной, который мы глазом плохо воспринимаем, в разряд яркостный, который глаз наш воспринимает гораздо лучше. И, в принципе, если вы будете работать с гистологическими препаратами, в некоторых случаях использование обычных стеклянных светофильтров цветных может приводить к улучшению восприятия изображения. Ну и вторая палитра, так называемая аддитивная. Это палитра, с которой вы знакомы, например, при использовании компьютера, при использовании проектора. Здесь сам по себе объект светится. У нас будут основные цвета, соответственно, красный, зеленый, синий. Все видели и на проекторе эти цвета основные. И в случае, если у вас экран, если возьмете луп, посмотрите на него, вы увидите, что отдельные точки. На пересечении этих цветов, если мы будем одновременно светить синим и зеленым, мы с вами получим циановый цвет. Если одновременно будем светить зеленым и красным, получим желтый. Если будем светить синим и красным, получим мадженту. Ну и, соответственно, на пересечении получим белый цвет. Такая палитра будет использоваться на первой флуоресцентной микроскопии. Предположим, что вы покрасили ваш объект двумя флуорохромами. Один из них будет испускать в красные части спектра, другой в зеленый. Если на вашем объекте два флуорохрома одновременно встречаются, вы увидите желтый цвет. Хотя желтый флуорохром вы туда, естественно, не выносили. И таким образом можно подбирать разные флуорохромы, чтобы получить наиболее удобные цвета. К сожалению, флуорохрома цвета маджента не бывает, потому что цвет – это такой феномен нескольких восприятий. Но остальные все комбинации вы можете использовать. Что важно отметить. Если вы будете получать вначале все ваши картинки мерфлуоресцентные в аддитивной палитре, то, к сожалению, не все цвета, которые получатся, могут быть воспроизведены в субстрактивной палитре. Те, кто пытался распечатать фотографии цифровые, наверняка сталкивался с этим. Когда фотография цифровая на экране смотрится очень ярко, есть цвета такие, прям вот хорошие. А после распечатки она немножко для некоторых цветов такая блеклая получается. Просто потому что эти цвета невозможно воспроизвести за счет вычитания других цветов, только за счет сложения. Но отсюда еще один важный момент. Мы с вами поговорили о разных светофильтрах. Мы увидели, как можем контрастировать изображение. Становится понятно, что для нас чрезвычайно важен спектр источника освещения в микроскопе. Если у нас нету какой-то длины волны, которую препарат, например, может вычитать, то мы структуры, которые вычитают эту длину волны, просто не увидим, потому что нет цвета, который мог бы быть вычтен нашим препаратом. Пример. Ну, наверняка знаете, что сейчас идет такой переход к светодиодным осветителям. На многие микроскопы, на ученические уже ставят только светодиодные осветители. Один и тот же препарат, растительный. В принципе, у вас уже наверняка морфология растительная тоже была. Ну, соответственно, можете себе представить. И посмотрите, первая часть препарата по диагонали освещена при использовании так называемого белого светодиода. Вторая часть препарата была снята, когда она освещалась старой лампой накаливания. Ну, галогеновая лампочка, если хотите. Наверняка видна разница. Обратите внимание, некоторые структуры, которые здесь хорошо видны, в случае белого светодиода, мягко скажем, пропадают. Почему? У белого светодиода спектр неровный. У него есть некоторые провалы в свете. У него очень сильно выражен синий участок спектра. Дальше идет провал в районе где-то от циана до зеленого цвета. И дальше зеленый, желтый, красный. В общем, тоже более-менее нормально. И здесь у нас как раз цианового цвета препарат. То есть он должен был пропускать бы этот цвет, а его нет. И понятно, как мы с этой картинкой тогда должны уже работать гораздо более сложно. Я думаю, что удалось убедить вас в том, что источник света для микроскопа является важным. И что не зря гистологи на свои микроскопы до сих пор предпочитают ставить все-таки осветители в виде ламп коллагенных. Ну, давайте пойдем дальше и посмотрим, какие вообще разные источники света мы можем использовать в микроскопии и какие у них спектры. Здесь отложена интенсивность в неких условных единицах. Arbitrary units, пускай будут. Как видите, шкала логарифмическая. Почему? Я думаю, уже пояснять не нужно. Наше зрение именно таким образом воспринимает разницу в яркости. Здесь отложена длина волны в нанометрах. И, соответственно, кроме видимого диапазона, здесь также отложен инфракрасный и ультрафиолетовый. Для обычных ламп накаливания спектр, вот он здесь представлен, он, как видите, непрерывный, у него нет никаких пиков и такой гладенький. Но, с другой стороны, в зависимости от того, насколько вы сильно будете включать лампочку, ее спектр будет меняться. Если это лампа накаливания, то когда вы будете увеличивать на ней напряжение, она будет больше нагреваться, видите, в спектре появляется большее количество синего света. Ну, и, соответственно, это приводит к некоторым неприятным тоже последствиям. То есть, получается, если вы регулируете яркость вашего микроскопа накалом лампочки, вы также меняете еще и спектр осветителя. Это можно поправить несколькими способами. Мы с вами будем говорить о так называемых нейтральных светофильтрах, которые меняют только яркость, но не меняют спектральный состав. Или второй вариант – можно использовать светофильтры, которые будут специально зарезать вот эту часть спектра, выравнивая вам спектр лампочки с маленькой яркостью накаливания до примерно такого же белого спектра, как у лампочки с большим накаливанием. В итоге, для галогеновых лампочек характерно, ну и для лампочек накаливания в целом, что у них спектр ровный. Нам это очень удобно, что у нас все длины волн представлены, мы можем их вычитать нашим препаратом. И неприятная особенность, что их спектр зависит от их нагрева. Понятно, спектр нагретого тела физикового была, поэтому тоже, в принципе, нам объяснять много не нужно. Чем больше нагрето тело, тем больше в коротковолновую часть спектра будет смещаться ее излучение. Кроме этого, если мы теперь будем говорить уже о флуоресцентной микроскопии, то понятно, чтобы получить феномен флуоресценции, нам нужно достаточно большую яркость света, подавать на наш препарат. Потому что флуоресцент, она достаточно слабая. Если мы хотим, чтобы она была яркая, нам нужно много света на препарат подать. В связи с этим, галогеновые лампочки нам для того, чтобы такую мощность света подать, не подходят, недостаточно. И нам придется использовать для флуоресцентной микроскопии либо ртутные лампы, здесь спектр такой лампы представлен, либо ксеноновая лампа. Ну, а в последнее время, к счастью, появились очень яркие и очень дешевые светодиоды, которые можно даже не покупать у фирм-производителей, а, в общем-то, поставить на микроскопы самим. О них мы сейчас тоже поговорим. Обратите внимание на ртутную лампу. Во-первых, так как это лампа, которая светится не только за счет нагрева, но и за счет ионизации паров в ртути, то, так как у вас наверняка химия и физика была, вы представляете, что ионизированная плазма будет светиться в определенных длинных волн гораздо ярче. Просто потому, что здесь как раз есть возможность оторвать электрон от ионизированного вещества, и он может, соответственно, рекомбинировать обратно тоже с выделением вот этого фотона. И для ртутной лампы характерен целый набор пиков, один из которых 405, 435, 546, и многие первые флуорохромы как раз под эти пики и рассчитаны. Но обратите внимание на одну неприятную особенность этой ртутной лампы. Очень-очень большое излучение в ультрафиолетовой части спектра. Если вы этот свет никак не будете фильтровать, а прямо так будете использовать для микроскопии, ну, вашему препарату будет не очень хорошо, хотя бы потому, что просто такое количество ультрафиолета будет разрушать ковалентные связи очень активно. Ну и есть некоторое излучение в инфракрасной области, хотя не столь значимое. Напомню, что на этом графике один шаг этой ячейки – это один порядок, то есть в 10 раз больше мощности излучения. Ксеноновая лампа. У них спектр достаточно хороший, есть 488 нанометров пик. Опять же, некоторые флуорохромы, 488 нанометров, вы можете сразу же вспомнить, если кто-то с ультрафиолетовой микроскопией уже хотя бы читал статьи. Понятно, почему первые флуорохромы были на эту длину волны. Но в остальном спектр очень ровный. Чем ксеноновые лампы хороши? Есть небольшая часть в ультрафиолете, которую бы тоже неплохо забракировать, но она идет ни в какое сравнение с мощностью ультрафиолетового излучения для лампы ртутной. А вот неприятность ксеноновой лампы, посмотрите, инфракрасный свет, нагрев вашего препарата. Таким образом, если вы будете использовать эти источники света, нужно себе представлять несколько вещей. Первое. У ртутной лампы есть пики, и для каждого такого пика яркость света именно на этой длине волны будет на порядок больше, чем базовая яркость лампы. Если у вас флуорохром, например, на 405 нанометров или на 435 нанометров, у вас лампа даст в этой части спектра в 10 раз больше света, чем для такой же части спектра где-нибудь, например, вот здесь. Второй момент. У этих ламп, и у ксеноновой, и у ртутной, есть пики. У одной в инфракрасной части, у другой в ультрафиолетовой. И если вы работаете даже с фиксированными препаратами, вам нужно использовать фильтры, которые будут отрезать вот эти ненужные части спектра, чтобы не портить ваш препарат. Ну и последний вариант источников света, который, на мой взгляд, сейчас очень, ну скажем так, удобный, это светодиоды. Посмотрите, чем они хороши. Белый светодиод мы сейчас не рассматриваем, это отдельная конструкция, а светодиоды цветные, которые излучают в очень небольшой части спектра. Вот, например, посмотрите, светодиод, который излучает всего где-то в 20 нанометрах по полуширине, имеет пик очень большой, очень высокий, что для нас хорошо. То есть, в принципе, для флюцентной микроскопии светодиоды сейчас это очень удобный способ возбуждения флорохромов. Какие еще есть особенности у этих источников света? Ну, ртутные лампы выглядят примерно вот таким образом. Это ртутные лампы высокого давления, там внутри содержится ртуть жидкая, вон недельные шарики даже видны, и азот. Причем азот под большим давлением, больше, чем атмосферное. Посмотрите на толщину колба. Эта лампа вначале должна испытать пробой высокого напряжения между двумя электродами, чтобы началось формирование плазмы. Ну, и потом эта лампа должна, соответственно, достаточно сильно нагреваться, чтобы поддерживать вот это состояние плазмы. Понятно, что при этом, несмотря на все плюсы ее и яркости, и наличие пиков, и всего остального, есть несколько минусов. Минус первый. Она будет очень сильно нагреваться. Будет очень много ультрафиолета здесь генерироваться. А ультрафиолет разрушает эквивалентные связи не только на нашем микроскопе, на, соответственно, нашем препарате, но и на кварцевом стекле, из которого сделана лампа. Тем самым это кварцевое стекло начинает слегка трескаться. Ну, а теперь, если вы добавите сюда, что внутри азот под несколькими атмосферами, то плюс еще нагрето градусов до 200. Из физики понятно, какое теперь давление азота внутри этой лампы. Если здесь начнет трескаться вот это вот стекло, ну, будет хороший бух с, соответственно, тем, что ртуть окажется снаружи. Поэтому с этими лампами есть некоторое количество неприятностей. Первое. Эти лампы имеют очень небольшое время жизни. Порядка 300 часов максимально. Обычно даже 200-250. Некоторые лампы 80 часов. Если они это время проработали, их нужно утилизировать. Она не погаснет. Она будет работать. С ней можно дальше работать. Но шанс того, что она взорвется, сильно повышается. Ксеноновая лампа немножечко по-другому устроена. Здесь ионизируется газ. Здесь не нужно нагревать ртуть, которая должна превратиться в пары. И после этого работать. Газ сразу готов. Но эта лампа тоже очень сильно нагревается. И поэтому у нее тоже очень небольшое время жизни. Около 300 часов. На замену этих ламп появились металлогалогеновые лампы, которые имеют спектр такой же, как у ртутной, но уже 3000 часов работы. Ну и галогеновые лампы и лампы накаливания, например, на одно и то же. Здесь в табличке они приведены. И последнее, о чем мы говорили, это светодиоды. Сейчас вообще вот такие модули есть целые готовые, которые могут целых 5 Вт давать вам света. Это очень много. Тем более в небольшом диапазоне. Ну и, конечно, они сейчас все больше и больше используются. То, что касается ртутных и ксеноновых ламп, мы с вами еще будем говорить на лекции по флюисцентной микроскопии, одно лишь замечание. Эти лампы нельзя регулировать по яркости. Они либо включены, и у вас есть процесс формирования вот этого вот облачка плазмы и, соответственно, освещения, либо нет. Поэтому нет возможности у этих ламп менять яркость, кроме как дополнительными светофильтрами. И второй момент. Эти лампы нельзя постоянно включать-выключать. Каждое включение-выключение – это стресс на лампу. Поэтому если вы лампу включили или выключили, как минимум полчаса, лучше 45 минут оставьте ее в этом положении. То есть если вы, например, работаете с флюисцентной микроскопией, на 45 минут должны уйти перекусить, лампу лучше не выключать. То есть из-за того, что вы включите и выключите, ей будет только хуже. Если, конечно, уходит часа на два, да, конечно, тогда выключать имеет смысл. Воздействие света. Дело в том, что пока мы рассматривали свет как нечто, что, в общем-то, с нашим объектом воздействует только за счет того, что поглощается им, и мы за счет этого получаем какую-то контрастность. На самом деле воздействие с объектом приводит к, как минимум, нагреванию объекта. А в случае, если у нас свет является высокочастотным, то есть, например, синим, ультрафиолетовым, то возможно уже и разрушение ковалентных связей внутри наших объектов. Чем это плохо для живых тканей? Ну, первое, разрушение ковалентных связей это обычно сопряжено с генерацией свободных радикалов. Ну, живые объекты свободные радикалы не очень любят, и поэтому, конечно же, лучше избегать излишнего освещения ультрафиолетом. Как можно уменьшить воздействие такого света на наши объекты? Ну, во-первых, если нам ультрафиолетовый свет не нужен, мы его можем просто заблокировать специальным фильтром. Вот такой вот фильтр комбинированный. Он называется горячее и холодное зеркало. Горячее зеркало отражает инфракрасный свет, холодное зеркало отражает ультрафиолет. А свет видимый через такой фильтр проходит. Стоит обычно прямо внутри лампы при необходимости. Предположим, нужен нам ультрафиолет, ничего сделать с этим не можем, поэтому не можем использовать такой фильтр. Можем уменьшить яркость. Помните, в два раза для глаза по ощущению уменьшаем яркость, в четыре раза уменьшаем плотность энергии, которая приходит в наши клетки. Соответственно, в четыре раза меньше они повреждаются. Следующее. Если все-таки ничего с этим сделать не можем, у нас все-таки генерируют свободные радикалы, мы можем просто уменьшать их концентрацию за счет увеличения количества среды, в которых находятся клетки, либо перфузия. Часто, когда вы работаете с живыми клетками, вы работаете с культуральной средой, и в некоторых случаях можно установить так называемую перфузионную камеру. Здесь, видите, находятся клетки между двумя стеклами, и есть трубочка, по которой можно подавать буфер или в данном случае среду для развития клеток, и через другую трубочку ее забирать. Если вы просто будете увеличивать скорость подачи раствора и его, соответственно, элиминации с вот такой камеры, то образовавшиеся свободные радикалы, которые дефундировали в эту среду, они будут уже достаточно хорошо оттуда удаляться и клеткам не сильно мешать. Ну, предположим, и это невозможно. Тогда можно добавлять вещества, которые с свободными радикалами будут лучше всего реагировать. Ну, их иногда еще называют антиоксиданты и так далее. Ну, как наиболее подходящие вещества можно назвать аскорбиновую кислоту, сукцинат, каталазу, деглюкозу. Ну, еще есть такой вариант витамина Е, немножко модифицированный, троликс называется. Тоже очень хорошее вещество. Однако, обратите внимание, аскорбиновая кислота и сукцинат – это все-таки вещества кисла. Если вы будете добавлять сильно в среду, изменив pH среды, непонятно, что с вашими клетками будет. Каталаза, конечно, уже чуть-чуть получше и глюкоза, но глюкоза и каталаза будут менять осмомолярность среды. То есть их нельзя туда очень много положить. Ну, и последнее, что можно сделать. Понятно, что если нету кислорода, от которого можно синглетный кислород делать, то не будет генерироваться такого большого количества обыдных радикалов. Клетки, которые мы используем живые, не очень, ну, скажем так, не нуждаются в большом количестве свободного кислорода. Понятно, что внутри организма, в ткани, там никакой не 21%, в лучшем случае несколько процентов кислорода. И что можно сделать? А можно просто для ваших клеток сверху, прямо если у вас открытая, скажем, чашка Петри, в которой у вас ваши клетки находятся, на ее поверхность, там, где находятся ваши клетки, капнуть капельку минерального масла. Минеральное масло, оно не пропускает кислород, углекислый газ, то есть обмен газами тогда становится невозможен. Кислород расходуется, кислорода становится меньше, ну, и, соответственно, меньше возможности генерации свободных радикалов. Это то, что касается ультрафиолетового света. С инфракрасным все очень-очень просто. Инфракрасный свет – это всего лишь излишний нагрев. Очень мало клеток испытывают сильную фототоксичность от инфракрасного света, хотя есть и такие неприятные моменты. Поэтому в основном нам нужно предотвратить нагрев. Как? Использовать светофильтр под названием «горячее зеркало», мы уже о нем говорили, который позволяет отражать в данном случае инфракрасный свет. То есть он просто не проходит через этот фильтр. Увеличить объем или скорость перфузии, что позволит нам просто охлаждать наши клетки быстрее. Ну, или уменьшить яркость света, если уже других вариантов у нас не остается. Я думаю, что то, что касается повреждающего действия света, мы здесь с вами разобрались. Конечно, те, кто работал с живыми клетками, мне сразу же еще смогут сказать 5-6 как минимум разных механизмов фото повреждения клеток. Ну, о них мы, я думаю, поговорим, когда доберемся до микроскопии живых клеток. В основном сейчас это, соответственно, повреждения за счет в случае ультрафиолет-разрушения эквивалентных связей, в случае инфракрасного – это, соответственно, излишний нагрев. Раз мы уже с вами заговорили о фильтрах, и мы с вами немножко фильтры обсудили. Нам нужно более подробно их каким-то образом классифицировать. Ну, и, к сожалению, такой классификации одной большой мы дать не можем, но давайте разобьем их на то, как они сделаны. Прежде всего, так называемые нейтральные светофильтры, название «Не пугайтесь», это означает, что этот светофильтр меняет яркость света, поглощает или отражает какую-то часть света, но не меняет видимый спектр. То есть просто ослабляет цвет, делает его менее ярким. Помните, мы с вами говорили о лампах, ртутных и ксеноновых, в которых есть только два положения – включено или выключено. И, используя такие нейтральные светофильтры, вот такие вот серенькие просто кусочки стекла, мы можем с вами ослаблять яркость этих ламп. То есть, да, мы не можем у них менять яркость. Кстати, если кто-то работал уже с люфтинцентной микроскопией, иногда на лампах люфтинцентной микроскопии есть рычажок для переключения яркости. Так вот, он на самом деле меняет не лампу, а он всего лишь переключает револьвер из нескольких вот таких вот светофильтров, вставляя их в оптический путь вашего микроскопа или вынимая их из оптического пути вашего микроскопа, тем самым ослабляя этот цвет на какое-то необходимое нам значение. Второй тип светофильтров. Цветные стекла, которые вы привыкли видеть, могут применяться как для контрастирования объектов. Мы с вами на примере гемотоксильной азины увидели, какие дополнительные преимущества нам дает использование красного и светофильтра цвета циан. И, в принципе, это тоже такие стеклянные кружочки окрашенные. В некоторых случаях могут использоваться для коррекции цвета, источника света. Помните, когда у нас есть лампа на накаливании, когда она светится неярко, она больше так в красную часть спектра смещена. Если мы возьмем синеватый светофильтр, который будет часть красного блокировать, то спектр выровняется. Ну, за счет этого мы можем видеть этот цвет как свет, скажем так, дневной. Поэтому иногда такие фильтры называются DLR. Соответственно, фильтр дневного света. И еще один тип фильтров, который нам понадобится, это зеленые светофильтры. Pan Green, например, светофильтр. Мы будем его подробно разбирать, когда будем говорить о хроматических аберрациях объективов. Потому что он позволяет оставить ту часть длин волн, на которой большинство объективов хорошо скорректировано. Даже если они не скорректированы на другие длинные волны, зеленые, они будут скорректированы всегда. Поэтому для запоминания вам нужны будут нейтральные светофильтры, о которых мы поговорили. Вам нужны будут цветные светофильтры. И здесь два светофильтра, вам сразу же запомнить, светофильтр дневного света, который корректирует свет ламп накаливания. И Pan Green, зеленый светофильтр, который позволяет вам работать с длинными волнами, на которой объектив, самый плохой, всегда скорректирован. Ну и последний тип светофильтров. Опять же, это конструктивный тип. Это так называемые интерференционные светофильтры. Наверняка все видели масло, разлитое на лужа. И какие цветы побежались. Либо мыльные пузыри, либо, ну, можно много себе представить случаев, когда какая-то тонкая пленка с сопоставимой толщиной длины волны света или кратной ей дает эффект вот такого вот изменения цветов. Хорошо, крыло бабочки, например. Понятно, что никакой краски на крыльях бабочки нет. Есть структуры, вот такие очень маленькие, близкие из длины волны света, которые позволяют изменять, вернее, отражать какие-то определенные длинные волн, а какие-то длинные волн пропускать через, опять же, в случае бабочки, крыло. Мы можем изготавливать такие информационные фильтры сами. И при этом они могут давать очень узкую полосу спектра. То есть мы можем вырезать всего спектра полоску, например, около 2 нанометров всего лишь. Представьте себе, да, 2 нанометра только у нас всего спектра вырезано. И они могут обладать очень большой эффективностью. Больше 95%. То есть для каких-то длин волн, которые мы задали, этот цветовый фильтр – это просто прозрачное стеклышко. Для каких-то других длин волн – это зеркало. Этот фильтр просто будет отражать длины волн. Как его можно себе представить? Представьте, что у вас есть, например, либо металлические полоски, то есть это пускай будет зеркало, к примеру, либо у вас будут полоски с большим коэффициентом преломления. А между ними будет какое-то вещество с маленьким коэффициентом преломления. И тогда определенный длинный волн, цвета, попадающий на вот такую структуру, если она кратно длине волны, вернее является одной второй от длины волны, то внутри будет происходить интерференция этой волны, то есть она будет переотражаться между этими полосками многократно. И тогда она имеет очень большой шанс с другой стороны этого фильтра выйти. Если же длина волны не кратна, здесь вот красным таким цветом это обозначено, то интерференция проходить не будет, и это просто получается как бы как два зеркала. То есть это просто будет отражение этих длин волн. Значит, запомнили, что интерференционные светофильтры могут очень небольшие участки спектра вырезать, если нужно. Мы можем очень точные фильтры сделать. И второе, он этот цвет не поглощает, он отражает все остальные длины волн. То есть для одной длины волны какой-то, которую мы сделали, он просто прозрачное стеклышко, для всех других он зеркальце. Как они выглядят? Вот картинка таких светофильтров. Опять же, если у нас вдруг будет практика, я смогу на практике вам показать их более подробно. Что еще нам нужно о светофильтрах поговорить? Во-первых, нам нужно будет с вами договориться об используемой термонологии. В русском языке принято название высокочастотный фильтр, низкочастотный полосовой фильтр и дихоичное зеркало. К сожалению, с русскими названиями есть некоторые сложности, потому что они, скажем так, сложно их запомнить. Смотрите, вот такой фильтр у нас, например, есть, который пропускает до определенной длины волны весь свет, и вот этот весь блокирует. В случае русского он бы назывался высокочастотный фильтр, что не совсем понятно. В английской транскрипции он бы назывался high-pass фильтр. Фильтр, пропускающий высокие частоты, и тогда никаких двойных толкований быть не может. Понятно, что этот фильтр будет пропускать все, что выше, чем какая-то частота среза, которую мы указали, и блокирует все, что ниже. Второй тип фильтра, низкочастотный по-русски, ну, low-pass фильтр, мне нравится больше, английская калька, опять же, из названия. Низкие частоты пропускает, высокие частоты блокирует. Дихоичное зеркало. Тот же самый фильтр, только мы используем его как зеркало, и он будет отражать тогда определенные длины волны, то есть для них это просто зеркальце, в стоящее оптическом пути, какие-то другие проходить насквозь. То есть, как видите, по сути дела, дихоичное зеркало – это фильтр, низко- или высокочастотный, какой хотите, который просто поставлен как зеркало в оптическом пути, не больше. Это то, что касается фильтров, которые изменяют спектральную составляющую. Но у нас еще есть фильтры, о которых мы говорили, которые у нас изменяли яркость, нейтральный светофильтр. И здесь есть проблема. Представьте, что у вас на светофильтре написано только о пропускании. Представьте, что фильтр пропускает 50%. Что это будет означать? Давайте мы таких фильтров с пропусканием 50% поставим 3 штуки. После первого фильтра у нас осталось 50% света. После второго у нас осталось не 0, а 25, потому что 50% от 50. После третьего – 12,5. Согласитесь, считать, сколько у нас осталось яркости вот в таких единицах, как, скажем, пропускание, достаточно неудобно. Поэтому используется единица, которая называется оптическая плотность. Что такое оптическая плотность? Оптическая плотность можем выразить как логарифм. Знак минус, понятно, почему здесь стоит. От пропускания. Пропускание может максимально быть 100%. Больше чем 100% пропускания быть не может. Деленное, опять же, на 100%. Что это означает? Это означает, что если у нас с вами полностью пропускает наш фильтр, то у него оптическая плотность будет равна 0. Если у нас пропускает, например, только 10%, оптическая плотность будет равна 1 и так далее. Почему здесь минус стоит? Понятно, у нас значение меньше 1. Соответственно, логарифм будет отрицательным, чтобы все-таки были значения оптической плотности положительной. Почему нам такие единицы удобнее, чем пропускания? Смотрите, мы теперь их можем просто складывать. Для 50% фильтра оптическая плотность это примерно 0,3. Давайте мы теперь просто сложим 0,3, 0,3, 0,3. Получили 0,9. Теперь мы можем пересчитать обратно пропускание. 10 в степени минус 0,9 умножить на 100%, получаем, что у нас пропускание 12,6%. На самом деле близкое число. Понятно, почему мне пришлось бы здесь брать не целое число, чтобы точно попасть в логарифм. Но тем не менее, с оптической плотностью гораздо удобнее считать значение пропускания, если нам потребуется несколько фильтров комбинировать. Так что не пугайтесь этого значения, оптическая плотность. Оно, в принципе, очень удобное. Ну и теперь на оставшиеся 10 минут нам придется чуть-чуть буквально повторить физику, которая у вас явно уже была. И первый феномен, который нам потребуется в наших лекциях почти на каждом занятии, не один раз, это преломление и отражение света. С отражением все понятно. Угол падения равен углу отражения, если это, скажем, зеркало. С преломлением все немножечко сложнее. Наверняка помните закон Снелла, который описывает все это. Но давайте посмотрим на это не с формальной точки зрения геометрической оптики, а с точки зрения источника волн сферических. Предположим, что у нас здесь лампочка находится где-нибудь. И у нас из центра расходятся концентрически, соответственно, во все стороны волны света. И предположим, что здесь у нас находится вода, стекло, все, что хотите, с большим коэффициентом преломления. Пускай будет вода для интереса. У воды коэффициентом преломления 1,33. У воздуха 1, много-много-много нулей. Сколько это? Ну, будем считать, что единичка. И то, что мы с вами получаем, что вот эта вот скорость распространения света в случае вакуума или воздуха, она известная вам максимальная скорость распространения. Но как только эти волны попадают в какое-то вещество, где возможно взаимодействие с электрическими или магнитными полями, скорость распространения света резко падает. То есть внутри стекла, например, скорость света ниже. И получается, что этим волнам нужно каким-то образом этот переход осуществить. Каким образом они это делают? Раз они двигаются более медленно, то расстояние между ними становится короче, чем было вот здесь. Заметили? То есть, в принципе, если бы мы говорили о длине волны этого света, но уже не в вакууме, не в воздухе, а в стекле, то это было бы сильно короче. И теперь, если мы нарисуем с вами вот такую линию по нормали распространения этих волн, по сути дела радиус от центра распространения, мы увидим, что на переходе этих двух средств нам тогда этот радиус придется изменить. Вот что такое преломление волн. Ну, а то, что нужно запомнить, что в геометрической оптике, которую мы сейчас будем рассматривать, луч – это некий такой абстрактный объект, который просто мы рисуем периментикулярно фронту световой волны для удобства, не более. Ну, и еще одна неприятность, которая здесь же нас подстерегает, что коэффициент преломления, то есть скорость света в среде, может зависеть от длины волны. И поэтому возможно разбиение света в спектр при помощи призма, что нам будет мешать, к сожалению, но иногда и помогать. И если коэффициент преломления у нас будет обозначаться вот так, то разница коэффициент преломления для разных длин волн – это число А, Б, о котором мы тоже будем несколько раз говорить. Это, наверное, новое для вас понятие, которого еще в физике университетской, скорее всего, не встречалось. К сожалению, придется выучить несколько цифр. На самом деле в курсе в нашем около четырех формул всего, которые точно нужно будет выучить, и буквально несколько цифр. Это один из случаев. Коэффициент преломления вакуума и воздуха мы будем считать равным единице. Для воды – 1,33, для глицерина – 1,47, для покровного стекла, иммерсионного масла и так далее, среды, в которой заключен препарат, в идеале – это 1,515. Кстати, вопрос. Будет ли какое-либо отражение, если у нас объект, пускай будет покровное стекло, будет находиться в иммерсионном масле? На ваш взгляд, увидим ли мы его? Если он будет чистый, на нем не будет никаких других вещей, коэффициент преломления одинаковый, изменения скорости света не происходит, значит, не будет ни отражения, ни преломления на переходе этих двух сред, и мы ничего не увидим. На самом деле, почему у нас как раз иммерсионное масло имеет такое же коэффициент преломления, как и покровное стекло, как в идеале и среда, в которой заключен препарат, чтобы преломления между ними не было. Ну и, соответственно, в оптике для того, чтобы производить линзы, делают стекло с разным коэффициентом преломления. Есть с очень маленьким, почти как у глицерина или меньше, это флуорид, например, либо есть специальное оптическое стекло сорта, и есть сорта с очень большим коэффициентом преломления, там хронглаз какой-нибудь специальный до двух может иметь коэффициент преломления. Еще один феномен, который нам также понадобится буквально в следующей лекции. Дело в том, что в зависимости от угла, под которым наш луч подходит к разделу фаз, будет меняться и угол, на который этот луч будет преломляться. То есть угол преломления будет зависеть не только от коэффициента преломления, но это угла падения луча. Это очевидно, но, к сожалению, такая вещь, которая почему-то иногда забывается. Но после определенного угла, называемого критическим, у нас не будет происходить преломление, а будет происходить так называемое полное внутреннее отражение. С одной стороны, это хорошо, потому что все сети передачи данных, оптоволокон у нас на этом работает. С другой стороны, в оптике нашей микроскопической, это нам будет очень сильно мешать получать хорошее изображение, ограничивать так называемую числовую апертуру объектива, ну и, соответственно, его разрешение. К этому мы с вами вернемся. И, собственно говоря, вот это причина использования, например, иммерсионных сред. Для того, чтобы избежать полного внутреннего отражения, для того, чтобы избежать лишнего проломления и получить возможность хорошего изображения на нашем микроскопе. Еще одна вещь, которую нам также придется вспомнить, это примитивная геометрическая оптика. Если у нас есть двояко-выпуклая линза, пускай она у нас будет сферическая, хотя, как вы наверняка уже знаете из курса физики, сфера не самый лучший способ для того, чтобы сделать линзу, потому что при этом, возможно, сферическая аберрация, не все лучи будут в одной точке фокусироваться. Но будем считать, что точки зрения физики у нас абсолютно тонкая, идеальная двояко-выпуклая линза. Тогда, если у нас лучи будут идти абсолютно каллимированные на передний отрезок этой линзы, на заднем отрезке они соберутся у нас ровно в фокусе. Если же эти лучи будут идти также параллельно, но под каким-то углом на линзу, они тоже соберутся в фокусе, но он будет смещен относительно оптической оси на какое-то расстояние. Ну а теперь давайте эту же картинку чуть упростим. Предположим, у нас есть наш объект, и вот точка нашего объекта, которая светится. По правилам оптики мы должны провести первую луч. Понятно, что из этой точки лучи идут во все стороны. Но чтобы построить геометрическое уравнение нашей линзы, нам потребуется первый луч провести параллельно оптической оси до линзы на переднем отрезке. Второй луч нам нужно будет провести так, чтобы, выйдя из линзы, он шел параллельно оптической оси. И третий луч, который здесь не обозначен, нам нужно будет провести через центр линзы, так, чтобы он пришел на объект. Как видите, у нас есть излучение из этой части нашей точки, и после линзы, если она на правильном расстоянии у нас находится, у нас эта же точка сфокусируется опять в точку на экране вот в этом вот месте. То же самое можем с вами нарисовать для любой другой точки объекта. Например, вот для этой точки мы точно так же можем построить три луча и увидеть, что эта точка будет проецироваться на наш экран вот здесь. То есть, по сути, если у нас весь наш объект, например, светится, испускает свет или отражает свет, или рассеивает, как хотите, в любом случае нас это устраивает, то при определенном положении между объектом линзы и экраном мы можем получить изображение, либо уменьшенное, либо увеличенное. И нам понадобится знание как минимум фокусного расстояния нашей линзы, но описать соотношение фокуса переднего и заднего отрезка, а также увеличение, мы можем формулами, которые наверняка были еще в школьном курсе физики, запоминать ее не нужно, потому что мы себе упростим задачу следующим образом. Мы возьмем несколько случаев расположения объекта, линзы и экрана. Первый случай, который прошу запомнить, это вот этот случай. У нас объект и экран находятся на двух фокусных расстояниях. И посмотрите, у нас размер нашего объекта равен размеру изображения нашего объекта на экране. То есть, по сути дела, они полностью равны. Это случай, который, ну, запомнить номер один. Дальше, если вы будете отодвигать наш объект, то вам придется пододвигать экран, и размер вашего объекта на экране будет уменьшаться. Соответственно, если вы будете объект пододвигать, а экран отодвигать, то у вас размер вашего объекта будет увеличиваться. До момента, когда у вас объект будет находиться ровно в фокусе вашей линзы. Тогда посмотрите, любая точка вашего объекта будет давать клеммированный пучок лучей. Они будут идти вот абсолютно ровно. Для этой точки под другим углом, но тоже ровно и так далее. Если же объект будет располагаться ближе фокуса, это случай, когда вы при помощи увеличительной линзы что-то рассматриваете. То у вас будет расходящийся пучок лучей, реального изображения формироваться не будет, но можно получить изображение мнимое, которое будет видно при помощи глаза. Ну и еще один случай, который нам также понадобится, это когда объект бесконечно далеко находится. Ну, соответственно, тогда у нас ровно в фокус все это будет сходиться. То есть запоминайте случай номер один, два фокуса, два фокуса. Запоминайте случай номер два. Ну и, соответственно, случай три и четыре, он практически равный. И все, вы запомнили все, что касается линз. Теперь давайте за оставшиеся две минуты перейдем, собственно говоря, к нашему микроскопу. Понятно, что вы можете использовать просто увеличительную лупу, чтобы получить мнимое, увеличенное изображение вашего объекта. На самом деле первые микроскопы, или того же самого Левенгука, работали именно таким образом. Но здесь есть ограничения. Чтобы увеличить размер объекта, нам нужно поддвигать все ближе и ближе к линзе, нам нужно ближе и ближе все глаз поддвигать. Ну и, соответственно, это не очень удобно. С другой стороны, мы можем сделать так называемый составной микроскоп. Когда у нас вот эта часть, которая относилась к линзе, так и осталась. Но перед этим мы еще ставим с вами объектив. Объект у нас находится между двумя фокусными расстояниями и фокусным расстоянием. Соответственно, мы получаем в каком-то месте реальное изображение, увеличенное нашего объекта. И дальше у нас есть расходящийся пучок лучей, которые наш глаз интерпретируют как мнимое изображение с гораздо большим размером. И это схема так называемого составного оптического микроскопа, которым мы, в общем-то, и будем пользоваться на всех наших дальнейших занятиях. Формула, которая может пригодиться, это увеличение микроскопа. Соответственно, увеличение объектива. Потому что вот мы получили теперь с вами изображение реальное промежуточно увеличенное, которое мы еще раз увеличиваем при помощи окуляра. Ну и понятно, что если это увеличено, скажем, в два раза, это в четыре, то в итоге в восемь раз у нас будет увеличение объекта получаться. Вопросы я оставляю тогда для самостоятельного рассмотрения.